Мантия – часть торжественного облачения монарха, служителей церкви, некоторых категорий чиновников, а также ученых и преподавателей. Королевская мантия – королевская мантия, торжественное облачение монарха, как правило, шилась из бархата и подбивалась горностаевым мехом. Цвет бархата зависел от основного геральдического цвета государственного герба, но в большинстве случаев был пурпурного цвета. Бархатная поверхность мантии расшивалась золотом, узор был наполнен глубоким символическим смыслом. Также использовались геральдические фигуры государственного герба. По своей форме мантия представляет полукруг без рукавов с длинным шлейфом. Российская императорская мантия – мантия золотого бархата, подбитая горностаевым мехом с длинным шлейфом. Расшита геральдическими орлами государственного герба Российской империи. Австрийская императорская мантия – мантия пурпурного бархата, подбитая горностаевым мехом, по подолу расшитая золотыми лавровыми и дубовыми ветвями, а по поверхности небольшими изображениями золотых двуглавых коронованных орлов, украшена золотыми шнурами и золотыми же кистями. Облачение монашествующих православие мантия является верхним одеянием для всех монашествующих как имеющих церковный сан, так и простых монахов, а также архиереев, которые не являются монахами, представляет собой длинную до земли накидку без рукавов с застежкой на вороте, покрывающую подрясник и рясу. Во время богослужения монахи могут использовать мантию со шлейфом, служебную мантию. Мантия архимандритов и архиереев стандартно со шлейфом и скрижалями возникло как монашеское облачение в айви в айвиках. В последствии, когда установилась практика избирать архиереев из монашествующего духовенства, мантия стала также архиерейским облачением. Мантия символизирует отрешенность монахов от мира, а также всепоукрывающую силу божею. Мантия у архимандритов черная, как у всех остальных монашествующих, в русской православной церкви у московского патриарха, зеленая у митрополита, голубая или синяя у архиепископа и епископа, фиолетовая. Во время Великого поста надевается такая же мантия, только черная, константия на польской, александрийской, антиохийской, иерусалимской, грузинской, румынской, кипрской, илладской и албанской православных церквях. Все архиерейские мантии алого или пурпурного цвета, независимо от титула архиерея, тоже относятся и к мелькицкой католической церкви, в сербской, болгарской и польской православных церквях, а также в православных церквях Америки и чешских земель и Словакии. Цветовая гамма мантии в целом соответствует системе, принятой в русской православной церкви. Кроме того, во всех православных церквях мантия епископа, как и мантия архимандрита, имеет так называемые скрижали. Скрижали – это четырехугольные платы, размещаемые на верхней части мантии, с изображением крестов или серафимов и с инициалами архиереи или архимандрита. На нижней скрижали на мантии означает, что епископ, управляя церковью, должен руководствоваться заповедями божьими. На мантию архиерея нашиваются сверху в три ряда белые и красные ленты из другой ткани, так называемые «источники» или «струи». Они символически изображают учения, истекающие из Ветхого и Нового Заветов, проповедовать которые обязанность епископа. Мантия надевается архиереем при входе в храм, на литию, молебны, а также во время торжественных процессий и церемоний. Монашеская мантия, называемая полием, в основном черная из шелковых тканей, имеет 40 складок. По числу дней поста Господня, символизируя постническую жизнь монаха, чьи на последовании пострига мантия называются одеждой нетлини и чистоты. Разновидностью у мантии является укороченный вариант полумантия. Полумантия бывает разной длины, обычно из более плотной, чем у мантии ткани. Нижняя либо все края мантии часто бывает красного цвета, что символизирует пролитую кровь спасителя. В древности полумантию применяли для келейного пользования, сейчас все чаще в повседневном использовании, что связано прежде всего с большей практичностью в использовании.